У жителей-гостей Владивостока появилась уникальная возможность увидеть более 150 снимков пионера цветной фотографии начала 20 века Сергея Прокудина-Горского. Выставку «Многоликая в цвете Российской империи» на фотографиях можно посетить в Пушкинском театре Дэуфу до 29 октября. Мы попытались сделать такую инсталляцию, напоминающую фотолабораторию, где висят фотографии, они как бы сушатся, горит красный свет, она затемненная. Кроме того, здесь мы для наших зрителей обозначаем те точки, где Сергей Михайлович бывал, те города и территории нашей страны, тогда Российской империи, где он проводил свои фотоэксперименты. Также жемчужиной экспозиции стал альбом «Русско-японская война», изданный Прокудином-Горским в 1905 году и собрание Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Но ценно то, что Сергей Михайлович не стремился запечатлеть только прославленных соотечественников. Простые жители вызывали у него не меньший интерес, чем Лев Толстой или Федор Шаляпин. Здесь нет парадности, здесь нет никакой помпезности, пафоса. Здесь есть искренность и простота, человечность и такая сердечность, если угодно. И поэтому мне кажется, что когда люди смотрят на эти фотографии, во-первых, они лучше способны познать историю нашей страны, а во-вторых, они способны проникнуться вот этим искренним, непафосным чувством к ней. По словам организаторов выставки, вглядываясь в лики девочек из деревни Топорня или путевого башкирского обходчика или погонщика верблюдов из Туркестана, публика сможет лучше узнать и увидеть нашу страну такой, какой она уже никогда не будет. Он предлагал эту коллекцию выкупить в пользу государства, с тем, чтобы это стало государственной коллекцией. Но это не случилось. А поскольку эти негативы, они были на стеклянных пластинках, то хранить их было очень непросто. Они требовали особого внимания. И несмотря на то, что разразилась сначала революция, потом гражданская война, Сергей Михайлович эти фотографии вывез, эти негативы вывез. И если бы, может быть, если бы это было куплено, если бы это попало в государственные архивы, то, может быть, вообще бы это не уцелело. А так это дожило до нас, пережило, по сути дела, две мировых войны. И в 1944 году было продано родственниками Сергея Михайловича в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов. И, как говорил сам фотограф, единственный способ показать и доказать русской молодежи, уже забывающей или вообще не видевшей своей родины, всю мощь, все значение, все величие России, и этим пробудить столь нужное национальное сознание, это показать ее красоты и богатства такими, какими они действительно и являлись, то есть в истинных цветах. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok